Президентом России поставлена задача к 2023 году завершить догазификацию домов в населенных пунктах, где уже есть сетевой газ. В Свердловской области уже многое сделано в этом направлении. Составлены подробные планы графики, определены источники финансирования, установлены льготы и максимальная спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа для газораспределительных организаций. Принят серьезный пакет мер социальной поддержки для тех, кто в ней особенно нуждается. Среди последних решений – предоставление финансовой помощи врачам и учителям сельской местности. Казалось бы, все необходимые решения приняты, механизмы отлажены, тем не менее темпы до газификации недостаточно. Сейчас в работе находятся более 30 тысяч заявок, заключено почти 25 тысяч договоров, но сети подведены лишь к 6 тысячам земельных участков. Фактически у нас осталось 5 месяцев для того, чтобы подвести газ к 28 тысячам домов. Коллеги, я считаю, такую ситуацию недопустимой – это общая проблема. Где-то недорабатывают газораспределительные организации, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет финансирование. Необходимо ускориться на всех этапах газификации. На заседании штаба были подробно рассмотрены вопросы, возникающие в каждой территории, демонстрирующие наиболее низкие темпы до газификации. Губернатор поручил в короткие сроки разработать интерактивную карту газификации Свердловской области. В ней будут содержаться данные о количестве поданных заявок, о реально заключенных договорах с жителями населенных пунктов, а также данные о сроках внесения решений муниципалитетами по земельным участкам для строительства газораспределительных сетей. В Полевском ситуация следующая. Мы провели очень большую работу по сбору заявок. Мы передали все эти заявления в ГАЗЭКС, идет обработка документации. И, кроме того, была проведена работа по адресному списку. И корректировка списка, который был нам предоставлен от ГАЗЭКСа и из министерства, то есть сейчас проходит корректировка, то есть с уточнением адресов и корректировкой графика. Заявок подано 1348, из них в работе 847, из них заключены договоры 513, исполнено 68. Хорошо это или плохо, узнаем из рейтинга, которое обозначит правительство Свердловской области. Ксения Балденкова при поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.